Полторы тысячи километров. Такая отлеглость разделяет российскую Вологду и белорусский Брест. Але для культурного обмена это не перешкода. И в залах музея вырытыванных мастацких каштонностью разместилась выстава знакомитых вологодских коронков. Эта выставка уже побывала во многих странах Европы, во многих уголках России. Для Бреста она уникальна. Мы впервые видим эти произведения. И можно сказать, что нам повезло, что эта выставка в нашем юбилейном году состоится именно в Бресте. Вологжанка Луиза Селянина дипломованный майстер народных промыслов. Она не просто сопровожает экспонаты у их подорожжих, а ли и знакомец наведывальников выставы с гэтым стародавним остатством и его философией. Когда кружево плели как приданное, обязательно закладывали символы, образы, говорили о желаемом будущем, которое кружевница вплетала, например, в конце полотенец, в подзоры свадебных простыней. То есть кружево, когда ты его создаешь, ты всегда знаешь для кого, для чего. В минуле 100 годзе технология все таешь. Набитая сеном подушка, шпильки, коклюшки, специальные дровляные палочки. Так працавали еще в эпоху Пятра I, калевологда стала сироткам корункового мастерства. Майстеры с подшатку пераймали европейские узоры, а ли не в забаве створили властную самобытную традицию. Корунки у той час каштовали вельми дорого, и их носили женщины с привилеванных сослоуев. Вологодское кружево, оно словно создано специально для того, чтобы украшать, преображать женщин. Когда женщина надевает кружева, она немножко даже сама внешне меняется, она становится чуть более плавной, такой лиричной. Цекавятся корунковым мастерствами мужчины у тем лику представники дипломатичного корпуса, якие регулярно наведываются в музей вырытованных каштовностей. Тут мы бачим, что народная творчество, тое мастерство, якое створяются простые люди, мае не меньшую каштовность, чем речи, сделанные профессийными мастерами, а часом навыд и большую. До речи, Беларусь и Польша мают свои традиции плетения корунков. А Вологодский музей подае приклад того, как с мясовых промысла можно зарабить всесвятно вядомый культурный бренд. Выстава корунков пробудзе в Бресте до 25 лютого. Валентин Бойко, Александр Воронин, Телерадио компания Брест.